Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня будем смотреть на эту интересную тему. Для кого-то она покажется странной, но посмотрите, насколько мудро все-таки придуман вопрос. Я не говорю это о себе, просто пришла эта тема где-то свыше, сверху. Где находится мужчина по судьбе? Я не говорю, что нужно бежать, наверное, за ним. Вы, по крайней мере, будете понимать, насколько далеко он от вас. Смотрите, ответ приходит. А, я забыла, что это карты, которые Ютубу не очень нравятся. Достаю камушки. Где мои камушки? Остановочка видео, секунду. Так, я нашла камушки. И, вроде, там, вроде, ничего не было, но такое. Интересная карта все-таки. Это может обозначать где-то действительно очень далеко. Да, мир. Каркомир. Где? Давайте объясним, где. Как все-таки мудро пришел вопрос. Согласны? Ведь, зная, близко он с вами, либо не очень близко, вы будете понимать, кто этот человек. Есть ли он в вашем пространстве. Где? Где он? Что это нам такое сказали? Ага. Где он? Ну, во-первых, тут показали дорогу и показали... По дороге идет, ну, вот, как-то... Сейчас, сейчас, сейчас. Интересно. Опасная дорога. Он на опасном пути. Но этот опасный путь не так опасен, как, знаете, он трансформационный. То есть, он себя подвергает... Почему-то так идет, как бы, опасности трансформации. То есть, он сам идет на риск трансформации. И это хорошо, это классно. Сейчас он трансформируется в состояние, смотрите, как он... Вверх ногами. Я тут вижу условия такие у него. В принципе, это очень деятельный человек, довольно активный. Довольно активный. Но то, через что он проходит сейчас, вот эта активность, он как-то увязает, да? То есть, скоростной автомобиль врезается, вот, например, в какую-то гущу событий, специально приготовленных для него, где происходят некие изменения, трансформация этого автомобиля. Ну что, тюнингуется, парень? Ведь когда автомобиль тюнингует, его тоже как-то подвешивают, да? И стараются со всех сторон, чтобы он был открыт, чтобы он был виден. Вот он сейчас открыт со всех сторон высшим силам для того, чтобы его трансформировать. Ну ладно, отлично. Где он? Где он? Ну видите как? Для высших сил он открыт, а для вас закрыт. Восьмерка. Восьмерка мечей говорит о том, что он реально закрыт где-то. У нас мужчина по судьбе. Ой, так. Где он? Где-то закрыт. Ух ты. А вы знаете, что вы его либо чувствуете энергетически... Ух ты, не видно вам, мои дорогие. Я прошу прощения. Все, исправляемся. Кто-то любит картинки. О, я вижу, что многие девочки выставляют просто себя, как бы, и я вижу, что это тоже неплохо. Ну что ж, кто любит картинки, классно, конечно. Но я буду иногда картинки прятать. Что тут поделаешь? Так, где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Спрашиваю, конечно, в каком-то глобальном понимании. Не просто где-то вот какая-то местность. Но иногда, если это постоянное какое-то место пребывания, могут и показать. Он сейчас не в своих энергиях немножко находится. Например, если он любит, вот чувствует, да, и я так понимаю, что здесь по этому чувственному королю с кубком в руках, ему нужна эта любовь сейчас. То есть я люблю, я хочу быть любимым, но сейчас я не в своей теме, да. Мне приходится решать какие-то вопросы материального плана. Я не говорю, что он не умеет зарабатывать. Нет, короли, а это те все-таки, которые твердо стоят на ногах и умеют и заработок создать вокруг себя и подчинить людей, да. То есть у них есть какие-то подчиненные, потому что это короли все-таки, не пажи и даже не рыцари. Но мне сейчас приходится крутиться больше. Видите, как одна нога в сапожке, вторая на колесике, и руки заняты постоянно делами. Он что-то, знаете, мужчина, который что-то сейчас, у него какая-то идея родилась, и такая прям страстью горит к этой идее, прикладывая туда все усилия. Я уберу руки, наверное, так не очень. Где ты? Окей, все интересно, красиво. Где ты? Где ты? Где он? Где он? Где он? в том месте, где вся его работа, где он хочет быть победителем, может пойти, сойти на нет. Быть ему нужно осторожным, потому что его могут там реально обмануть, наказать, грубо говоря, оставить ни с чем. за проделанную его деятельность, то, что он хочет достичь, он может просто не получить ничего. Если это касательно рабочих процессов, он может просто не получить финансовое вознаграждение ему причитающуюся. Если он там затеял где-то, ну, с людьми, где бы он ни находился, да, то есть его могут обмануть. Но, видите как, он все-таки... Почему так? Ну, это справедливо. Он возьмет свое, только свое. Только свое. Он хочет это свое сохранить. Так, мы не будем пока прогнозировать, это мы ведь спрашиваем, спрашиваем, где он, да? Хорошо. Как далеко по отношению к вам? Вот интересно. Как он далеко по отношению к вам? Упа, поддон. Что я размахала? Как он далеко по отношению к вам? Ну, тут семерочка идет. Вау. Сейчас объясню. Еще одна семерочка? Что это за магия тут у нас происходит? Ага. Как он далеко по отношению к вам? Сейчас-сейчас. Как он далеко по отношению к вам? Мужчина по судьбе. А его покажите, вот его, его картинку покажите. Солнышко. Он нашел свою любовь. Представляете? Ну, если он мужчина по судьбе, и он нашел свою любовь, он просто нашел того, кто... Господи, опять. Нашел того, кто... Вторая его, знаете, как... Вторая его половина в этой жизни... Он нашел свое счастье. Покажите его. Мне показывают просто человека, который безмерно счастлив сейчас. И будет еще счастливее, если, например, там, с вами, там, допустим, он уже обретет судьбу и праздник жизни в совместном доме, в совместной постели и так далее. Если вы сейчас, например, замужем, и чувствуете, что вы любите мужа, ну, вот вам просто эту картинку показали. Человек безмерно счастливый, любим вами. От вас он, я бы так сказала, недалеко, не близко. Тут было вложение в отношения. Если вы не видите этого человека, просто мне интересно, если это новый какой-то для вас тут на земле. Но вы сделали все для того, чтобы он проявился. Вы сделали все. Вы уже просто должны пожинать плоды скоро, вот-вот-вот. Осталось только оттачивать все-таки, да, подогревать и так далее. Есть какой-то элемент такой осторожности. Будьте осторожны, потому что вас могут заметить. Вот что-то такое идет. Или же не рассказывайте кому-то, чтобы потом не кусать локти. Да, что-то вас пугает. Будьте осторожны, вы можете пройти мимо, ну, это все так знаете как. Или если пройдете мимо, я так понимаю, все равно по судьбе вы-то его не пройдете. Нет, не пройдете. Но у вас будет такой соблазн, как бы пройти мимо, но это высшие силы не допустят. Да, конечно, не допустят. Вы рядом с ним будете чувствовать очень сильно себя. И тут у нас карта влюбленная. Давайте я вот так вот положу. Тут вообще двойное прикрытие нужно. Так. Все равно я чувствую, что где-то там полсекунды какой-то хватит этому сервису для того, чтобы опять мне писать письма. Что ваши видео не соответствуют возрасту? Что нам тут магию показали? Я ничего не спрашивала, нам мага показали. Что тут хотели сказать? Что хотели сказать? Что хотели сказать? Тут какая-то магия идет. Да, девочки, какая-то магия. Это на вас или у вас такая сила магическая? Ну-ка. Так, показывают императрицу. Показывают женщину. Вот что такая? Кто это? Женщина. Девочки, смотрите, здесь какая-то злость на вас женщины. По императрице это может быть с его стороны, может быть, либо с вашей стороны какая-то женщина, которая против того, чтобы вы были вместе. Она как очень против, она в контрах находится с этим, с этой ситуацией. Или может с вами, или может с ним. Понимаете, как все-таки есть тут какая-то женщина, которая против. Часто это частый случай, да, поэтому я просто вижу, насколько она ударяет по чувствам. Тут идет с чьей у нас стороны. Давайте посмотрим. Луна. Знаете, с чьей стороны? Нет, не показывает чьей. Я думаю, что вы должны чувствовать. Если, допустим, это ваша мама и она против, да, то тогда это вы точно понимаете, что она. А может, тут с двух сторон женщины против. Часто же бывает так. И здесь показывает все-таки некий такой вот как коалиция, что-то такое. Ну, пускай будет эгрегор, да, который очень силен и стоит на защите своих интересов и этого человека не пускает. Что это будет за эгрегор? По десятке пентаклей эгрегор семьи. Вот так. Вот так. То есть мы выяснили, что здесь большое влияние имеет эгрегор семьи, вашей семьи, его семьи. смотря кто, с какой стороны здесь недовольство идет. Есть осуждение. Это осуждение очень сильно влияет. Как манипуляция может быть, а кто-то действительно как магию может делать. Ну, тут судите сами. Я тут больше вижу манипуляцию. Я тут вижу больше как, знаете, удар словом, контры, вот такое. Кстати, это очень сильно изматывает и наоборот настраивает человека на то, чтобы эта пара все-таки жива. так что здесь идет. Наоборот, все работает в вашу пользу. Так, хорошо, вот так вот. Если же ваше пространство вы такого мужчины как бы не видите, но вы чувствуете, вы чувствуете, да, что этот человек вот где-то в таком вот виде он есть, существует и это ваш партнер. вот так. Интересно. Ну, это прям счастливый-счастливый человек, что он чувствует свою вторую половинку, понимаете. Хорошо, давайте зададим ему вопрос. Какой он видит вас? Даже если вы не знакомы. Какой он видит вас? что-то на карту повернулись. Какой он видит вас? Все молодец, боже. Вы искушение? Какой он видит вас? Он до вас добраться не может. Вы искушение, вы закрыты. Вы закрыты. кто вас закрыл? Вы ценность, которую закрыли. Да, от него закрыли его сокровище. И нельзя его достать до этого сокровища. Почему восьмерочки? Знаете, что вы та женщина, которая может сделать его счастливым вот именно в его понимании. То есть та, которая имеет опыт, имеет ценности свои, имеет какую-то стабильность, может даже и деток. То есть тут четыре ребенка у нее. Ему вот это очень надо, ему это очень подходит. вот вы, которая оценит время, знает, что такое время, время идет. Какой он видит вас? ну это знаете, чисто человеческие качества и звезда. Потому что вы ни перед чем не остановитесь, особенно перед своей мечтой. Да, то есть если вы увидели мечту, ну вернее как, вы не остановитесь до тех пор, пока эта мечта не исполнится, потому что вы мечту превращаете в цель. Вот такой он вас видит. Он видит вас такой, которая ему поможет эту мечту исполнить просто своим присутствием рядышком. Так, девочки, тут есть такой момент негативный, сейчас посмотрю, если он есть или нет. Сейчас. Ну, смотрите, если этот человек у вас деньги не просил ни разу, да, то тогда здесь нет ничего негативного. Если просил деньги хоть раз, я говорю, что тут просто человек может надеяться на то, что вы можете его продвинуть как-то. Если же наоборот человек вкладывается в вас, то тут уверен на то, что он видит в вас энергию человека, женщина, которая может ему дать вот этот стимул к движению, стимул к совершению каких-то своих целей. Да. Вот так. Тут я думаю, что это для тех, кто сейчас как-то общается с этим человеком. ну, в принципе, ведь мы смотрим на мужчину по судьбе, и я думаю, что вот этот негативный элемент, он отсутствует. Но я почему-то сказала, вот тогда это мужчина не по судьбе. Это уже как предупреждение. Если деньги выманивают, поверьте, это уже неправильно. тут мужчина вкладывается, да, это есть. Ну что, а еще, знаете, я хочу, каким вы его видите, либо увидите. каким вы его видите. для него тоже цель это прям по отношению к вам особенно я вижу, да, вот в любовной сфере он, если захочет, он добьется женщине. Все усилия приложит, все свои навыки, все свои возможности он сделает для того, чтобы именно женщине, да, вот в любви добиться цели. Я вот по этой пятерочке интересно думаю, он больше вот в этой роли или в этой? По-моему, что, сейчас запутался, сейчас он запутался, сейчас его могут скуваты, блин, такое слово украинское классное, ну не знаю, ну вот как дергать, булить, кто-то, кто-то, кто-то булит. Кто-то не дает ему проявиться, стать больше, чем он есть. Это не вы, естественно, я очень надеюсь, потому что вы-то по судьбе. Если бы вы, да, то тут уже как-то кармически я смотрю на человека по судьбе, смотрите, а у него-то потенциал, ого-го, и он-то очень похож на вас, вы пентакливая королева, он пентакливый король, вы вместе можете просто сделать некое стабильное и очень классное какое-то совместное предприятие, может это предприятие называется красивая, классная, крепкая семья, а может быть действительно некий проект еще большой, что-то для мира даже больше, да, поэтому здесь у нас и карта мира была, да, и карта мира была, сейчас занимается планами, планами на будущее, будущее, есть уже какие-то четкие дела, которые он уже сделал, да, и он ввязывается в эту драку, в эту борьбу, мне интересно, вот я хочу посмотреть, внешность вам его понравится сразу же, ну, как бы я бы не сказала, что вы внешне, вы прям сразу заметите и скажете, красавчик, но рядом с ним вы будете чувствовать себя, смотрите, просто амазонкой, он как-то дает знать, что он как любит женщину, как такую женщину, понимаете, но внешнее проявление, кстати, по тройке мечей, что-то такое, что вроде как возле него женщина может быть, ухожу, но тут нужно забрать что-то с собой по пентаклям, ну, что такое, пентакли забрать какие-то, да тут под ручку выходит смерть, если человек цепляется за пентакли, те, которые, ну, либо пентакли, либо любовь, знаете, вот что-то такое идет, то есть, тут ему говорят, что ты можешь еще добыть, если ты отпустишь это, ты добудешь больше, но он как-то сомневается в себе, он смотрит назад в прошлое почему-то, так хорошо, давайте тогда что посмотрим, посмотрим, наверное, все-таки, как высшие силы видят эту ситуацию на данный момент, вы и он, вот на данный момент, на данный момент, вы знаете, у многих есть ухаживание этого человека, но все равно вы как один одинокий и второй одинокий, да, два одиноких сердца, есть ухаживание, но нет совместной, но смотрите, вы как совместной жизни, да, но вы как чувствуете, что вы все-таки семья, вы одно целое, да, вас поддерживают высшие силы, естественно, для кого-то ухаживание есть, для кого-то есть что-то такое, как общение все-таки есть, заигрывание, начало, подсознательно, подсознательно вы тяготеясь к стабильности, быть вместе, быть в паре, быть в счастливой, в счастливом, якоселя, вот так хочется сказать, дом, пускай будет дом, жить вместе, ну так видят, в принципе, и высшие силы, хочу совет от высших сил, пускай нам подскажут, давайте спросим то, что ближе к нам, ближе к, лежит к человеку, живущего здесь на земле, это духи рода, давайте как раз спросим у этих энергий, советы, так тут идет пятерка пентаклей, не довести себя до состояния изнемождения, что это значит, кто-то подслеживать может, советы, так, суммышко у нас идет, просто знать, что вы все-таки, либо будете любимой, да, если вы пока еще физически не трогаете мужчину, то за руку хотя бы, но вы будете любимой, или уже любимая женщина, то есть мужчина, который вас любит, но тут нужно пройти этап пятерки, пентаклей, совет, да, вам нужно выдержать этот этап, когда нет возможности, понимания даже, да, что вот ключи в твоих руках, после этапа безнадеги идет этап счастливый, мужчина по большей части здесь выходит на первом месте, да, как бы он решает эту проблему, мужчина деятельный показан, женщина принимающая, и в итоге получается замечательная семья, прекрасные два счастливых человека, солнце опять выходит, замечательный шаркан, о всепоглощающем счастье говорит, так что это будет, будет, а что-то у нас тут на дне колоды, какой-то мечевой король находится, но видимо, когда у вас будет это счастье, проявится какой-то еще товарищ из прошлого, какой-то товарищ из прошлого проявится, но мы не будем на него смотреть, я думаю, что девочки уже поймут, как с ним разбираться, с товарищем из прошлого, все мои дорогие, спасибо вам за то, что вы были здесь, энергетически я считывала информацию, естественно, с наших вибраций, и я хочу поблагодарить также за ваши лайки, комментарии, за поддержку финансово, я вижу, что моя работа действительно нужна, и меня это очень радует, вдохновляет на создание новых, новых видео, пускай вам в разы больше вселенная отдает подарками, я буду прощаться, всего доброго, пока-пока,